Добрый вечер всем, добрый вечер, в эфире Харток, и события недели сегодня обсуждаем с Михаилом Саакашвили, вы все знаете, я знаю, что в фейсбуке уже все писали, что ждут, поэтому начинаем наш разговор. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, спасибо, что подождали. Ой, ну вы прям как пилот, когда сказали мне, что вы едете из Одессы, я просто переживала, что вы вообще не успеете, известно какая погода. Ну, к сожалению, нет никого пророчных машин вообще на дороге, и соли не было. В одном месте почему-то было посыпано, а в других еще нет. И полиции очень мало. То есть, на самом деле, при такой ситуации везде должны быть полицейские, везде должны быть регулирование, везде должны быть машины, должны сыпать все. Снег как всегда пришел неожиданно, вы же знаете, как это бывает. На этой неделе, вы не смейкер недели, вы объявили отставку, при этом довольно резко комментировали причины этой отставки, сказали, что Порошенко использовал вас для интриг, для решения своих вопросов. Вот я начну с того, какие задачи он перед вами ставил, когда назначал вас на должность главы ОГА Одесского. Ну, надо напомнить, что когда я ехал в Одессу, Одесса была очень тяжелой ситуацией, в том смысле, что там она была достаточно свежая после событий из печальных 2013 года. Там постоянно говорили про какие-то планы врагов о раскачке Одессы, о создании Бессарабской республики, так называемой, о создании Одесской народной республики. Когда я приехал в Одессу, там на всех выходах из всех городов, там 19 городов Одесской области, стояли БТР, стояли люди в масках, автоматчики по центру Одессы. Мы стояли, ходили, патрули с собаками, с автоматчиками, очень много БТР везде, тоже передвигалось. И было запрещено по публичным мероприятиям проводить, например, концерты было запрещено, не то, что футбольные матчи. И поэтому, когда я туда приехал, это был вопрос украинской государственности, потому что никто не хотел ехать в Одессу. У нас была такая ситуация, что несколько людям предложили, никто туда не хотел поехать. И я тоже участвовал в подборе. А кому предлагали, кстати, кто отказался? Ну, не помню, там несколько человек из существующих там предлагали, но я тоже какие-то идеи выдвигал, не подходило. Попросили вам передать стакан с водичкой. А потом я сказал, что я один раз поехал сам, я говорю, давай я поеду. Он сразу ухватился в президент за это, и сразу выдали мой паспорт. И я считаю, что я ехал туда, во-первых, наводить порядок. То есть как антикризисный менеджер. Вернуть безопасность. Во-вторых, начать показать, что можно провести реальные реформы, показать изменения, показать разницу. И создать какой-то стимул для остальной Украины тоже. То есть цели были совершенно очевидны, и я начал их выполнять. Я думаю, что вот, чтобы вы понимали, вчера был на футбольный матч, например, в футбольной Украине, Финляндии. Мы же, я настаивал, мы сделали федерацию футбола, что эти матчи сборные многие проводят именно в Одессе. И это был принципиальный вопрос. И вчера было так приятно наблюдать, что не было ни особой полиции, ни особых там сил безопасности. Все улыбались. Все хорошо. Ну, полтора года назад, это вообще... Вам жалко было уезжать из Одессы? Нет, конечно, жалко было. У меня очень много оставленных дел. Мне очень жалко, потому что до конца эти молодые ребята, которые мне поверили, пошли. А их во всех сферах появилось очень много. Они все же думали, может дадут, может дадут, может еще раз противоположность. Вы сказали на брифинге, что вы отказались возглавлять солидарность, Петр Алексеевич вам предлагал. И также он вам предлагал возглавить правительство, стать премьером. Вот тут я удивилась. Назвать меня премьером. То есть предложить меня премьером. Вот солидарность, понятно, да? Вот тут я понимаю вас в этой части, почему вы отказались. А премьером ведь, а также реальная возможность провести реформу в стране. Нет, премьер при теперешней Раде, при том раскладе, который исполняет, при том раскладе, который был бы в таком правительстве. А мы видим, какой расклад у Гройсмана, которым я искренне симпатизирую, желаю ему счастья, то есть успеха, но при этом раскладе, когда все, это правительство, жизнь на договорниках, на договорниках между Народным фронтом и ППП. Я думаю, когда успел стать международным. Да, на договорниках между двумя разными фракциями внутри ППП, на договорниках между двумя-тремя министрами, которых привел Гройсмана на второстепенной должности и с остальными, то есть, и, естественно, на договорниках внутри Паламе. Например, хамутейника, фракция хамутейника может в любой момент уволить правительство. То есть, какой-то хамутейник сидит, я ему говорю, или вы мне даете всю финансовую систему разграбить с помощью Насирова, или я ваш правительство уволю. Вы имеете в виду, потому что у него золотая акция, поэтому он может. Каким образом я мог бы согласиться примером быть заложником какого-то бандита-хамутейника? Это совершенно исключено. Я, мимо всего, дорожу своей репутацией, но это не репутация, просто невозможно было бы сделать ничего. И поэтому каждый раз, когда он мне это предлагал, это несколько раз все эти разговоры проходили, каждый раз я говорил, пресекал на самом начале и говорил, что нет. Я очень внимательно слушала ваше интервью этой неделе, и сейчас вас слушаю. И, в принципе, вы говорите многое из того, что говорят, например, о Тимошенко и Батьковщина, что говорят некоторые другие представители оппозиции. Почему вы ни с кем не хотите объединяться? Я говорю все, что думаете, но не все, что это объединяется. Нет, я понимаю. Вот ты сказал, что вы ни с кем не будете объединяться. Почему? Потому что мы должны привести новых людей. Потому что эти люди, что бы я ни говорил, люди не верят словам. Эти люди были в украинской политике большей. Нет, не конкретно Тимошенко, Лишко или кто-то, тем более Лишко, ничего в общем у него не может быть, но даже Юля, которая хорошо знает, нужно сотрудничать с ней. То есть вы не доверяете Тимошенко? Нет, сотрудничал я с ней, как грузийский оппозиционер, с украинским оппозициями, как президент Грузии, с премьер-министром Украины, как президент Грузии, с лидером оппозиции Украины. И больше не хотите? Нет, ну, люди хотят изменений. Люди хотят чего-то нового. Все это уже видели. Нельзя ходить, как белка, как колесо, все время по кругу. Надо людям предложить возможность. И поэтому мы сказали совершенно четко, нам нужны новые люди, люди, которые больше одного срока не побывали в этой Раде, потому что там особый климат, там нельзя. Вот даже когда эта Рада уйдет, надо ее проветривать долго, потому что это невозможно. Второе, это люди, которые долго не успели проработать в исполнительной власти. Если у них есть маленькие, вот это даже полезно, но если большой опыт, то там невозможно не скуриться. И реально привести новых людей. У меня такое впечатление, что сегодня на 90% украинский политический эксперт состоит из банальных барыг. Все это для меня совершенно очевидно. Вот барыги, это было слово, за которое вас многие упрекали, но мы к этому вернемся. А вот что касается интриг, вот тут я хотела подробнее. Вот некоторые, ну, некоторые, многие эксперты говорят о том, что президент вас использовал как таран, для того, чтобы свести там счеты с какими-то людьми, например, с правительствами Аценюка, там, с Еценюкомцами, с Канамойским. И у Аценюка надо было убирать, и всех олигархов надо прищучить, что значит... То есть у вас с ним не было никаких на эту тему переговоров? Нет, я сражался против Аценюка, потому что я был уверен, что просто правительству Аценюка упустило уникальный шанс провести в стране реформу. Уникальный шанс, реально что-то помедлено лучше. Уникальный шанс сразу на волне второго Майдана просто вообще старую систему демонтировать и создать что-то новое. И каждый день пребывания Аценюка дополнительной правительства была власти, это было чревато большими новыми неприятностями. Со всей его Шайкой, со всеми Манчуками, Мартынинко, там, и так далее, до Бадуаваковым, и так далее. И Насировым, и так далее. То есть вы не считаете, что вас так как-то цепую использовали? Конечно, что меня невозможно использовать, я был совершенно уверен. Конечно, при этом, президент говорил, что, конечно, когда уберем Аценюка, у нас началось настоящее изменение реформы. Он это говорил. Увидим небо в алмазах. Да, я, конечно, знал, что это может быть не совсем правда, я не такой наивный, но в любом случае шанс имела смысл. А вы считаете, что был шанс при теперешних политических расставах? Аценюка надо было убирать. Это я понимаю. А вы считали, вы говорите, что я надеялся, что когда мы уберем Аценюка, будет шанс к настоящим изменениям. Я думаю, что когда реально мы поняли, что в результате, когда убирался Яценюк, что хорошее правительство не получится, я предлагал президенту идти на выборы. Надо было идти на выборы. Не надо было делать эти договорники между собой, потому что не получалось хорошо договорить. Потому что Яценюк выделил целый ряд требований. То есть там что случилось? Если бы Яценюка убрали тогда, когда убирали, 17 марта, или когда это было? Когда не проголосовали первый раз. Да, да. У нас был бы шанс лучше сформировать правительство. У нас был бы шанс реально, может быть, даже без выборов, какую-то конфигурацию получить. Всем нам сказали, что все, Яценюк убирается. Выступил президент, обратился к народу, я хочу напомнить, и сказал, что правительство должно быть заменено. Потом, через два часа, начали звонить всем депутатам, причем не предупредивая всю фракцию, сказали, поменялось решение. Так не поступают. Так не поступают с народом. Я был президентом, который выступает и говорит, что правительство должно уйти, и через два часа начинает тайком звонить членам своей фракции и говорить, что правительство остается. Это неуважение к собственному народу, это неуважение к собственной фракции, это неуважение к самому себе в первую очередь. Это было. Люди, может быть, забыли, и я не забыл. Поэтому, вот в такой ситуации уже произошел между собой чеки-договольняк. А он проявил слабость в решающий момент, когда можно было действительно... Вы с ним говорили тогда на эту систему? Конечно, очень много. Как он вам объяснил это? Это была ссылка на международных партнеров Украины, на внутренние сложности, но это все... Когда дело касается национальных интересов, никакого значения не имеет, кто тебя откуда шел, кто позвонил. Не имеет это никакого значения. Страна превыше всего, народ превыше всего, интересы превыше всего. Что значит, мне кто-то позвонил? Кто это? В конце концов, президент самой большой страны в Европе. Страны, которая спасла Европу от России, которая реально победила на этом этапе Путина, потому что она сдержала ни одна армия в Европе, больше не смогла сдержать, так как украинцы. Все нам должны. Кто нам указ? Кто нам должен звонить и говорить, оставить это только после того, как президент вышел и выступил, и обратился к народу? Вы же знаете, как это бывает, когда нужно народу объяснить слабое решение, начиная с Крыма и заканчивая сегодняшним днем, но говорят, звонили партнеры и просили вот этого ничего не делать. Я был, они же об этом не говорили, но народ все знал. Я был, помню, в Черновцах, и ко мне подошел такой, ну, он мне выдернул, там, у нас была антикоррупционная форма, такой был человек в возрасте, чуть-чуть такой взволношенный, я думал, что, ну, такое, бывают иногда и чуть-чуть странные люди, а он очень умный оказался, он мне в деталях рассказал, сколько раз ему звонили из каких столиц, а этого нигде не было в прессе. Он мне объяснял, и он мне объяснял, какие договоренности были с Серценюком, и он говорил, Порошенко не должен был. А что это был за человек? Какой-то, как бы, прессионер местный, который ходил на нашу урок. И все знает. Он знает все, люди у нас очень умные, ни этого не писалось, ни на одном сайте, по крайней мере, я не увидел, где-то, может быть, он прочитал. Этого не было ни по одному каналу, он знал, и многие люди все знают. И в тот момент президент провел крайнюю слабость, и это было неправильно, это было неправильно, в первую очередь, для него. Я ему это объяснял, и говорю об этом сейчас. Михаил, что касается вашей отставки, я должна протранслировать еще один слух, и сегодня я вам буду много таких вопросов задавать. Слух, который касается того, что некоторые говорят, и этих некоторых достаточно много, что ваша новая политическая сила, ваш новый политический проект связан каким-то образом, что это альтернатива Порошенко, ой, Тимошенко. И что у вас есть какие-то договоренности с президентом на эту тему, может ли это быть правдой? Я вам скажу, с последних нескольких дней администрация президента думает, что со мной делать, и в основном распоруждают все темы. А вам рассказывают, вам звонят оттуда? Да, ну, да. У вас там, извини, свои люди? Извините, все-все знают, нету здесь. Когда я был президентом, вот в моем кабинете, что говорят, до сих пор никто не знает. Мы умели хранить единство тайны. Здесь все, первые, кто добежит до мобильного и сообщит, они друг друга все, в этом смысле катастрофическая ситуация, все обсуждают. Были варианты. Лишить меня гражданства, передать меня Иванишвили, там, выслать меня из страны, там, закрыть каналы. А почему, кстати, вас не высылают? Как вы думаете? А почему, значит, я гражданин Украины, у меня больше никакой гражданин. Я понимаю, но вы говорите, что были варианты. Если кого-то высылать, у нас есть целый ряд очень высокопоставленных людей, которые имеют по несколько паспортов. По несколько паспортов. Вот пусть начнут с них. Начнут с людей. Кого-то, по-моему, вышли в Панаму, например. Пусть кого-то вышли в Венгрию. Пусть кого-то вышли в Израиль. Вот тогда уже очередь дойдет у украинских только граждан. Нет, гражданин только Украины. И тем не менее, а знаете, как говорят? Пусть Руханова вышли или в Россию, или в Грецию. Почему, если он с Порошенко теперь ничем не связан, почему он вчера сидел на Пятом канале, а, скажем, Тимошенко или Шкуя туда вообще не пускают? Потому что очень смелая журналистка Пятого канала сняла интервью. Когда она снимала, это было до моей отставки за несколько дней. Она сказала, может быть, меня уволят за это интервью. Но если это не пустят, я уйду с канала. Это была ее позиция. И молодец. И более того, она пустила репортаж, она на улице Одессы опросила людей. Она говорила, она сказала кому-то из наших общих друзей, она говорит, что не могли найти негативное мнение. Она говорит, да, им это не понравилось, потому что все люди сказали положительно. Но я это пущу, это было мое решение. Молодцы, такие люди есть на всех каналах. О чем мы говорим? Мне, честно говоря, не нравится ни один владелец ни одного канала. Так что мне делать? Не ходить на каналы, но мне очень нравится, например, ваш журналист. Но мне вообще не нравится ваш владелец. Я вообще не знаю, кто ваш владелец. Я тоже, кстати. Разные слухи ходят. Так что про всех ходят слухи. Никто из них не нравится. Мне не нравится владелец Ньюзуан, например, который заграничивается. И говорит он Рабинович. Мне не нравится владелец. Естественно, я ему не нравлюсь. Владелец плюс все. Это не означает, что я готов на все каналы ходить и все равно разговаривать на розыске. Все равно мы в прямом эфире. Все равно это не Россия, где все контролируется. Это Украина, где невозможно заглушить свободный мысль. В одном из выступлений этой недели вы сказали, что я единственный в Украине из чиновников, из политиков, кто имеет только украинское гражданство. Что вы имели в виду? И очень много украинских высокопоставленных лиц имеют разные гражданства. А кто? Ну, назовите хотя бы там несколько человек. Это нарушение закона Украины, вы знаете. Можете назвать хотя бы 2-3 человека. Насколько я понимаю, Аваков имеет иностранное гражданство тоже. Какое? Я не буду сейчас спокровать. Хорошо, Аваков еще кто? Имеют люди гражданство Панамы, Вегри, Израиля. Кто эти люди? Фамилии у них есть? У них несколько министров, несколько миров. Ну, назовите хотя бы фамилии. Ну, Рабина Круханов имеет точно то, что я знаю, как точно. Креческое гражданство и Российское гражданство. И вот давно пора было туда выстрелить и спасти Одессу. Еще кто? Еще раз говорю, много высокопоставленных лиц имеют. Я не буду говорить сплетничать. Но это люди... Почему? Ну, если вы знаете это... Люди об этом хорошо информированы. Народ все знает. И это хорошо известный факт. Ваш новый политический проект. Кто будет инвестировать в новую партию? Мы будем инвестировать в свое время энергию и идею. Что значит, кто будет инвестировать? Если вы считаете, что какой-то бизнесмен должен нас купить, этого никогда не будет. Реально Украина... Для партийного строительства нужны деньги. Я уже ездил по стране. Я знаю, что гораздо меньше денег нужно. Если ты хочешь жить, как Лешко, в Творцах, в многих машинах и так далее, тогда нужны деньги. Но это не деньги для партии. Это деньги для того, чтобы хорошо жить. Я был президентом страны, где я... Бюджет страны за мою президентство вырос в 11 раз. Много миллиардов долларов пришло через мои руки. Я по декларации, я этим совершенно не горжусь, оказался одним из самых небогатых украинских политиков. Почему? Это не мотивация. Если бы я хотел разбогатеться, я бы разбогател президента. Пойдите, найдите в Грузии мои яхты, мои заводы, я не знаю, мои гостиницы и так далее. И, значит, нашли, поискали долго. Ивани Шури, премьер Грузии, русский олигарх, нанял 10 лучших мировых следователей. Из Израиля, из Америки, из Англии. Они нашли четыре моих костюма и одно пальто. И банное обслуживание президента Порошенко, Ющенко и так далее. Поэтому, я еще говорю, это не мотивация. Поэтому, что говорит, кстати, украинский, не нужно много денег. Вот ко мне подошел вчера человек на улице в Одессе, говорит, я харьковский предприниматель, на моя визитка, я готов вам помочь. Точно так же, когда мы организовали форум в Днепре, подошел ко мне человек... Вы будете Виктор Ющенко в вашей политической силе? Я знаю, что Виктор Ющенко, он же очень многие годы был ваш друг в политической партии. Это Виктор Ющенко, я не думаю, что... Но будете ли вы вместе? Нет, я не думаю, что он вообще думает о том, что будет какой-то политический силе. Во-первых. Во-вторых, наши, в принципе, совершенно четкие. У нас будут люди, которые не больше одного срока, полного срока их не было в Раде. Раз. У нас будут люди, которые больше двух-трех лет не было в исполнительной власти. Это не должно быть обязательно пионерского возраста. А что будет с Виктором Чумаком? Он же был уже. Если он удовлетворяет требования... Я его очень уважаю. Я думаю, что он по одному полному срока... Но он же с вами начинал это все. Он не был. Он был, по-моему, чуть-чуть в этом парламенте, чуть-чуть в прошлом. Он как раз... А, вы суммируете просто половинки? Нет, я не знаю. Я не буду... Есть. Люди хотят видеть новые лица. Людям набрыдли одни и те же. Довели Украину до положения самой бедной страны в Европе. Это невозможно так продолжить. Вот и вся история. Мы должны понимать, где находится Украина. Если мы будем... Что нам предлагают? Нам предлагают, что если мы будем расти... Если мы будем проведены нормальные реформы, снизим налоги, что мы хотим. Мы будем расти 10% в году ВВП. И мы через максимум 20 лет войдем в первую двадцатку мира по развитию. Если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии. Мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет. А если мы будем расти, как сегодня, у нас скоро может не быть, как страны. Страна находится в сложной ситуации. Поэтому сейчас наводить тех людей, которые довели страну до такой ситуации, невозможно. Все очень просто. Поэтому надо новых людей. И ни один бизнесмен, ни один может купить места. О новых людях. О новых людях. Насколько я понимаю, раз вы хотите досрочных выборов, то вы уже точно представляете, каким будет ваш кабин. Не представляю, конечно, пока еще, но я представляю идею. Кто мог бы быть, например, на месте Абакова? Новые люди. Ну, кто? Новые люди. Но точно не 24-летний заместитель, которого она не назначена. Потому что она была не назначена ни по социальным липту, ни по критериям объективности. Я не знаю, по другим критериям. Не хочу спекулировать. Но есть какие-то критерии. Мы собираемся такую вещь делать. Кто у вас мог бы быть, например? Мы собираемся делать такую вещь. Мы сейчас делаем проект новой украинской лидии. New forces. Новая сила. Что это такое? Мы, у нас большой опыт, кстати, селекции кадров в Одесской области. Мы набрали совершенно новых главных мест, новых сотрудников таможенных, новых самых жителей Центра обслуживания граждан, новых людей, прокуратуры, полиции. Новый проект. У нас будет отбор сначала по сайту. Потом мы будем отбивать по деловым качествам, по мотивации, по идейности и так далее. Потом мы будем с ними проводить, я выйду в регион, проводить собеседование. Это будет целая серия отбора. И, наконец, мы сделаем резерв из нескольких десятков тысяч. И этим мы займемся буквально с завтрашнего дня. Сегодня мы уже создали этот домейн. С завтрашнего дня мы будем собирать кадры по всей Украине. Сначала, естественно, по социальным сетям, но потом выезжая, разговаривая, включая их в тела. И мы найдем, мы представим в Украине в течение следующих месяцев несколько десятков тысяч на интересах перспективных частных кадров. Михаил, алгоритм теоретически понятен. И он как бы совершенно правильный. И у нас будет лидер реформ. Но вот спросишь же обязательно у вас. Хорошо, а где вот ваша Маша Гайдар? Где ваш Боровик? Что они сделали с этого? Я больше когда не говорю, что она здесь. А Гайдар в Америке. А что вы могут... Извините. Она здесь, в Киеве сейчас. Да, она сейчас, по-моему, в Америке командировка, но она в Киеве. А что касается... Они Боровик, да. А Боровика взяли вот так. Представителя центральной власти, бандитский ворсовет Одессы. Вот взяли вот так. Чемпион по тайскому боксу. Перетели камерами. При всеобщих аплодированиях члена партии президента. Больше всего аплодировали БПП. Выкинули на улицу. Он, по-моему, сломал там себе руку. На глазах у всех. И здесь только смеялись. Не Боровика выкинули. Центральную власть Украины выкинули с сепаратистского ворсовета Одессы. И это произошло на глазах всей страны. После этого, что вы ждете, что Боровик там остался и продолжил борьбу. Это было опасно для его жизни. И центральная власть этому аплодировала. Как будто это не Боровик какой-то там странный гадкий утенок. Это его. Реально они показали. Мы тут хозяева. Мафия 90-х годов победила. Те, которые бегали с колорадскими, это победили. Кто там главный? Это Жуков, это русский олигарх, это Галантерик, это Ангел, по кличке Ангел Ангер. Это известный бандит. Это Руханов с российскими гражданствами, с российскими мафиозными связями. И они на глазах всех просто устроили шабаш против центральной власти. Так что вы ждете, чтобы Боровик там... Но у нас, к счастью, осталось огромное количество других людей, которые... Боровик уехал. Боровик уехал работать в Америку. Вы знаете, у меня вдруг сейчас возник вопрос. На этой неделе же еще победил Трамп. И обсуждали его. А я вот так послушала, и вдруг я подумала, что надо вас об этом спросить. Я знаю, что вы знакомы лично. Вы писали об этом. Вы были рады его победе. А один из них... Я не говорю, что я был рад или не рад. Я сказал, что наоборот, будет очень сложное время. Я на самом деле считал, что он победит. Об этом я написал книги несколько месяцев. Об этом я поспорил даже с иностранными журналистами. Один сейчас мне должен... Я не пью пиво, но ящик пива. Один из знаменитых европейских журналистов. То есть он был уверен, что я проиграю. Поэтому я был должен быть его. И поэтому мы ходим очень... Вот я хочу вас спросить. Сделали ли вы выводы какие-то, как политик из его победы? Потому что победа Трампа, это такая тенденция в мире. Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают? Потому что есть эксперты, которые говорят, они очень похожи по внешнему проявлению. Ну, в смысле, не внешности, а по своим, так сказать, методам. С волосами у вас в порядке. Вот как вы считаете, вы будете, если будут выборы, как раз использовать? Потому что у него же была с точки зрения технологии очень четкая и очень правильная. Совершенно с пониманием того, что такое мир. Это вы говорите сейчас правильно, а все говорят, что это неправильно. Я выиграла 500 долларов в тотализации. Вот видите, я никогда не сомневался с одним народным депутатом. Я знала, что будет Трамп. Но я читаю просто газеты не только украинские, я читаю газеты американские. Как раз американские газеты тоже говорят, что будет филарить. Разные были газеты. Если кто-то сравнивал себя с собой, это был Трамп. Я, кстати, я помню, у меня много-много часов... Вам импонирует это сомнение? Нет, он шутил всегда. Не дай бог, я и Саакашвили будем в одном бизнесе. Это его цитата. Он говорит, меня обанкротил и вывел из бизнеса. На что я ему отвечал, нет, как мы можем быть в одном бизнесе. Так вот сейчас мы в одном бизнесе. На самом деле он в великом бизнесе. Я опять так и остался. Но потом он говорит, Саакашвили, он как я, он никогда не останавливается, он даже говорит, хуже меня. Это его любимая фраза была. Он все время говорил, вот человек, который хуже меня. Но я на самом деле не... Но вам, я вижу, это нравится. Нет, ну, а кому не подстит, если президент теперешней Америки будет говорить, что я хуже него, и я так же, как и он, не останавливаюсь, если бы мы были в одном бизнесе, то я бы его победил. Но при всем этом нам придется очень сложно. Потому что Трамп в лучшем сценарии для нас не будет заниматься этим регионом. И закончилась халява, закончилась шара. Закончилась ситуация, когда можно было побегать. Дайте вам еще миллиарды. Ну, Михаил, но я читала платформу республиканской партии, когда они, так сказать, его предлагали президенты, и там было совершенно черным по белому написано о том, что все же республиканцы считают, что Крым это украинская территория, что... Нет, я не считаю, что он признает Крым, это я бы вещь включаю. Я в другом говорю. Они не будут очень... Они раньше не очень интересовались нами. Но они давали деньги и так далее. Теперь не будут давать, вы считаете? В Америке гораздо хуже, например, поезда бегают между Нью-Йорком и Вашингтоном, чем Интерсити из Киева до Харькова. Или до Днепра. Поэтому мы должны понимать, он будет модернизировать внутреннюю инфраструктуру, там дороги хуже, чем у нас, там снег, кстати, чистится хуже, чем у нас. И он будет этим заниматься. И когда он не будет, он сможет объяснить американцам, мы должны украинцам дать... И второй вариант. Если мы сами не заботимся про свою страну, если правительству самому начихать на свою страну, если нашим обсоветам, ради горворсоветов начихать на свои города, области и страну, какой черт американцы будут про нас заботиться? Если мы сами не ценим то, что у нас есть, какой черт они будут ценить? Вот об этом главный вопрос для меня, что если бы я был на стороне Запада, у меня были бы большие сомнения, как можно это... И, кстати, это администрация Обама, это сомнения, я с ними тоже общался. Поговорим об Одессе. Чтобы двигаться дальше, все-таки нужно закрыть этот гештальт, и по Одессе есть вопросы. Поговорим, что говорят ваши оппоненты. Ваши оппоненты говорят о том, что вы фактически ничего не успели сделать в Одессе. Например, у вас был в Одессе фонд, куда сдавали деньги известные олигархи местные и так далее. Это для того, чтобы реформы проводить в Одессе. Вы сами говорили об этом часто. Что было создано на эти деньги? Сколько было перечислено? Да, это фонд вообще привлечен. Тема, там денег этих хватило. Ну, сколько было за это время? Они сделали, они сделали. Одесский военный госпиталь. Они сделали, который был в ужасном состоянии. Они сделали, у нас была проблема, мы поехали к нашим отрядам, которые были в Мариуполе, там они были в ужасных состояниях. Они сделали, обустроили для них вот эти блокпосты и много других вещей. Они там, я ездил в 28-ю бригаду на Новый год, проводил там Новый год, они нам дали сам тепловизор и так далее. И волонтеры. Никак я не, в основном, там олигархов я не видел. Олигархов меня не очень любят. Это были волонтеры, реально такое же волонтерское движение, что везде. Деньги же перечисляли, они волонтеры. Да, но это волонтеры, это бизнесмены, которые помогали. Атошники, которые давали квартиру. Мы отдали несколько десяткам человек квартиры. Я сам некоторый из них. Несколько десятков квартир, да? По крайней мере, я лично сдавал где-то 15-20 человек вот так из рук курти, руки, квартиры. Поэтому, ну это капля моря, капля моря. У нас тысячи таких людей, которые нуждаются в квартирах. И поэтому я не считаю, что там они особой разницы сделали. Они построили этот, по-моему, этот хату в Ракосочетане. Но то, что было сделано в Одессе, в Одессе 40 лет вообще не делали дороги. 40 лет! Чего не делали 40 лет? Солок, дороги. 40 лет в Одесской области никто не делал дороги. 1-88, самый худший километр в Одессе или не закончится, через 2 недели. Заложены деньги на то, чтобы закончить ее полностью на следующий город. Уже заложены. Мы сделали впервые с 79-го года дорогу на Килю. Это очень важный стратегический район. Там, где Вилково, но реально он при Дунайске. Мы сделали... Мы впервые в истории Одессы, была некоррумпированная таможня. Первые в истории Одессы. Спросите одесских бизнесменов, что они говорят. Каждый из нас вам расскажет, что впервые за все это... Первые была полиция, которая не брала взятых. По таможне хочу уточнить. Смотрите, я сегодня смотрела цифры по таможне. Мне прислали, что говорят хорошо на таможне. Это я разговаривала с людьми, чтобы вы знали, которые работают на таможне, работали... Нет, нет, нет. Это очень такие серьезные, так сказать, они к политике вообще не имеют отношения. Они говорят, что хорошо при Саквиролидзе произошло на таможне, что он объективно, так сказать, отогнал, отогнал всех вот этих вот крохоборов правоохранителей. То есть, вот это было точно. Но показатели при этом упали там с 10-12% обычных до 6,3%. И не было ни одного серьезного дела, ни по контрабанде, ни одного задержания наркотиков. Это было очень просто. Каждый таможник, кто вам говорит, бандит и вор. Я не знаю честных таможенников в Украине. Извините. Каждый таможник, который нам работал, был коррумпирован. Каждый таможник, который работает на всех таможнях Украины, коррумпирован. Не будете... А что же нам делать? Всех менять. Всех менять. И это мы начали делать в Одессской таможнике. Коррумпировать же сих пор. Коррумпировать. 1200 гривен они получают. И они мне будут рассказывать важным видом. Назначили какую-то оборужу, она ничего не понимает. Она как раз поняла главное. Что надо их гнать метлой. И занялась этим очень активно. Из Одессской таможни сразу ушло 70% грузов. Почему? Потому что они отказались расторможать серые грузы. Это так называемые карбоны называются. Это серые грузы в основном из Китая, из таких стран. Ну, чуть-чуть. Ну, понятно. Осталось 30%. Яценюк забрал у нас энергетическую таможню. И при всем этом... А даже у всех забрал, не только в Одессе. Энергетическое таможню было главным в Одессе. И при всем этом в последние три месяца опять они перевыполнили планы. Это что означает? За счет 30% оставшихся грузов зато это остался честный бизнес, который остался и платил налоги. Хотя налоги очень высокие. И очень трудно по этим. Даже по этим высоким налогам они перевыполнили. Первое. Второе. Каждый бизнесмен мне вам расскажет. И об этом есть много свидетельств. Раньше заходил корабль, 50 тысяч сразу в главе администрации. О, да. Это то есть моим предшествиям. 50 тысяч сразу в главе. Да, можно 50 тысяч СБУ? Ну, все. Закончилось это. Это Одесское таможение. Единственное, которое это заходит. Поэтому там... Нам не дали главное сделать. Если нам дали сделать то, что мы делали, я не дал это лично президенту, потому что он обещал, и он и его люди блокировали это. Мы строили в открытом менте Борстера. Что такое в открытом менте Борстера? Это то, что все переводится на компьютеры. А компьютеры нам уже купили американцы. Делаем компьютерную программу, и компьютер решает, что проверяется, что нет. Не человек. Есть система международной оценки рисков. Значит, заходит контейнер, проверяется не больше 5-7% контейнеров, максимум угломленный досмот. Один час за счет амошки. Все остальное проходит. И это у нас все готово. Они украли деньги на строительство здания. Кто они? Администрации Порту. Местные руководители администрации Порту. Это мы строили центры. Внутри там чуть-чуть доделали, но главного не дали. Не дали распоряжение правительству, чтобы эти люди начали работать. Не дали компьютерную. Бройсман не дал распоряжение. В том числе премьер-местер. Я много раз с ним об этом говорил, но это в первую очередь блокировалось. Как они объяснили, что они блокировали? Потому что у них есть общая программа. Мы должны составить, мы должны решить. Но главное там Насиров. Там не может быть, там где Насиров, некоррумпированное таможение. Не будем себя обманывать. Тут Гройсман даже ни при чем. Там где Насиров. Там где президент публично обещает и не делает. Я его заставил. Когда я уже хотел уходить в апреле, я сказал, ладно, хотите оставить, публично скажете, что сделает, достроить эту дорогу, публично скажете, что вы открытые витры просто будете, что вы будете это поддерживать. Публично скажете, что снимете коробу иных должностных лиц. И он позволил, почему он говорит, что ударил по украинскому государству? Он позволил местным представителям, сепаратистам ОПО-блока, Прессману, Кивалову и так далее, снять Сакварелидзе. Который у вас будет... Вы сказали про Сакварелидзе. Кто его снял? Его сняли враги украинского государства. А кто подписал это? Президент. Президент принял письмо. Не президент, я из всего наколил гемпрокурору перед уходом, но не будем себя обманывать. Президент убрал Сакварелидзе по письму врагов украинского государства. Все знают в Одессе. И когда президент страны ведется на то, что местные сепаратисты, местные сепарюги, местные, которые одновременные бандиты, пишут ему письмо и убирают представителя центральной власти, гемпрокурора, который возбуждает дела против них, который выводит их на чистую воду, который дает надежду всем порядочным подпретом в Одессе... Вот и в делах, Михаил. Смотрите, оппоненты Сакварелидзе говорили о том, что, к сожалению, пробыв какое-то время, но не один месяц на посту прокурора Одесской области, будучи замом, он фактически до суда не довернул... Ни один коррупционер не был посажен. Это неправда. Кого он посадил, скажите? Он посадил меры Затоки, который сидит. Он посадил меры Крыжановки, которые сейчас окончательный приговор будет. Он очень хорошие дела сделал. Примерно посадили главу полиции Одессы. И он по его делу, НАБУ, потому что Сакварелидзе убрали, посадил директоров, то есть вот этих назначенцев Народного фронта, в Одесский припортовый завод. По делу Сакварелидзе реально это было основное дело, по которому убрался Яценюк. ОПЗ, это Сакварелидзе сделал. Сакварелидзе вошел туда спецназом, который Лотхимедж руководил, взломал дверь, обыскал, достал эти документы, и благодаря этому Мартыненко ушел из парламента, и благодаря этому через несколько месяцев Яценюку пришлось уйти. Так что, какой еще прокурор в Украине Сакварелидзе сделал самое громкое дело за все время независимости. Может он будет вас министром? Все время независимости Украины Сакварелидзе сделал самое громкое дело. Вместе с Трепаком, директором СБУ, очень хорошим офицером, они посадили заместителя Шокина, заместителя областного прокурора, который был личным кассином Шокина, бриллиантовый прокурор. Никто никогда в Украине такого уровня прокурора не сажал. У них депутатов, примеров было легче посадить, чем прокурора. Это сделал Сакварелидзе. Так что, люди, которые говорят, что сделал Сакварелидзе, они просто, они рассчитывают, что у людей амнезия. И этого Сакварелидзе, который сделал все эти дела, президент убрал по письму Кивалова, прессмана, известного контрабандиста, урбанского местного коррупционера, измаильского депутата БПП, Голубева, международного афериста, который, российский ФБР, президент Украины, убрал их по письму международных аферистов. Почему эти люди на свободе? Почему эти люди на свободе? Спросите в наших органах. Я думаю, что НАБУ хорошо занялся ОПЗ, НАБУ хорошо занялся... Но Давид же тоже мог ими заниматься, пока он был. Давид на них всех попал. Например, на того же Голубева за кражу госрезиденции. Это дело при мне он передал президенту. А это имеется в виду Дмитрия Голубева, который народный депутат? Его помощники, которые сперли резиденцию, купив с этим Гончаренко и так далее. Поэтому Голубева вытащили в свое время из тюрьмы Гончаренко. То есть там между собой коррупционеры. И почему-то они все члены БПП. А вы скажите, я отказался от руководства БПП. Конечно, я отказался. Конечно, я отказался от списка оригинального. Я должен был быть в списке с людьми из БПП, с Гончаренко, с Голубев, с другими аферистами. О чем вы говорите? Я вам еще поэтому помню. Я вам хочу сказать. Когда мы говорим, какие люди задались против нас. Вот нигде в мире, нигде в мире вот так не строят на пляже здания. Вот это и есть, как его, как зовут этого футбольного олигарха нашего? Ахметов? Не, не, не. Какой футбольный олигарх? Я уже забыл его, Игорь Северный. Ну, футбольный олигарх. У нас есть клубы. Молодец от Динамо. А, Суркис. 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 Как я мог забыть Суркис? Я не знаю. У нас же у многих олигархов есть футбольная команда, поэтому... Суркис. Одесса уникальнейший город. Один из лучших городов мира. По Туми, чтобы вы понимали, мы вот на пушечной... Так что это стройки Суркиса? Да, на пушечный выстрел. Вот он строй на пляже. В Аркадии. Вот это безобразие. В каком месте мира бы разрешили это... Почему вы не снесли? У вас же была возможность. Не было у меня этих полномочий. Как только у меня будет... У вас был прокурор. Как только мы придем к власти, я их снесу к чертовой матери. Я это в милиции сделал. Я наруставили и снес. Мати-этажные. Вот такое же здание, кстати. И я их снесу. Я им обещаю, что я их снесу. Вот это. Посмотрите. Другой Аркадий. В другом месте. Прикрывает. Здание вот. Потрясающе. То есть, вот еще одно. Вот еще одно уродство. И о чем я говорю? Вот это. Это все эти люди хожи в администрацию президента. Это где? Это Аркадий. Это пляж Одессы. Пляж. На пляже. Где в мире можно это строить? Вот так уничтожают наши города. Вот так уничтожают наш потенциал. А вы говорите, у областной администрации этих полномочий нет. Полномочия появились бы, если бы не разрешили, если бы мне не мешали посадить Труханова. Или убрать его из должности. Нормальный был бы мир в Одессе, этого бы не было. Я хочу у вас спросить про одного человека, который является одним из ваших любимых героев. Речь идет об Игоре Коломойском. На прошлой неделе, вот на неделе, которая кончилась, следственная группа работала в доме замы Гонтровой Рожковой, бизнесмена Кауфмана. Да, там дело о банкротстве банка Михайловской. Злые люди сплетничают о том, что ваше заявление о посадке Коломойского как раз связано с раскручиванием 1 плюс 1 дела против Кауфмана. Насколько это отвечает? Мне все равно, они друг друга перегрызут или нет. Мне абсолютно одинаково Кауфман или Коломойский. Тут влечься о том, что как только я что-то сделал заявление, на следующий день его телеканал вылил на меня все, что можно было вылить. Я знаю, как это получилось. Потому что и всякую чушь, что я деньги отмываю, что у меня есть миллионы где-то. Хотел бы я найти эти миллионы, очень мне бы не понадобились. Но тут вопрос в другом. Тут гораздо сложнее вопрос и гораздо более опаснее. Его банк разваливается. Оттуда он выкачал деньги и депозиты не обеспечили. Никакого секрета я вам не говорю, это все знают. Вы имеете в виду приват? Да, приват. Это самый большой банк Украины. Финансовая система подаводствует. МВФ, учитывая это, предусмотрел в национальном бюджете деньги на спасение этих вкладчиков, на национализацию привата, чтобы государство забрало его, но чтобы вкладчики не пострадали. Они в любой момент, они давно должны были это сделать. Но тут я бы должна сказать одну вещь, извините, что я перебиваю. Ведь все банкиры говорят о том, что заявлять громко о национализации такого большого банка, как приват, это неправильно. Это паника, это все. Это секрет Палишинели. Это ответственность правительства и Гонтарева. Они давно должны были это сделать. И тогда не надо было заявлять. Сейчас надо заявлять, чтобы этого не произошло, чтобы не было катастрофы. Я предупреждаю, что может быть катастрофа. Ее можно очень легко предотвратить. Для этого правительство должно принести решение. Для этого все процедуры уже начаты. Но как только появилась у них проблема, как только у них появилась проблема моя, которая для них большая, они опять взялись образ за свое. Они стали, они пришантажировали Коломойского, а Коломойский шантажировал их. И они ему сказали, будешь работать с нами вместе против Саакашвили, Саакашвили, банк еще будет твоим. Вся эта история. Но при этом они играют судьбой миллионов кладчиков. Нельзя на пину ставить миллион кладчиков ради своих мелких перхода. Вот нельзя. Надо проводить политику. Надо быть государственником. Что я такого могу сказать по вашему эфиру, чтобы это стоило заигрывание судьбой миллионов кладчиков? Михаил, но банки, это же математика. Невозможно от того, что Коломойский, Ливановый, Петровый, Лисидоровый с государством работают против вас, наполнить этим банк. Нет, я с вами согласен. Я с вами согласен. Не надо играть в эти игры. Надо национальным банкам выполнить свою функцию. Надо правительству выполнить свою функцию. Надо выполнить меморандум МВФ, где это заложено все. Финансовая стабильность. И надо просто взять и защитить кладчиков. Я против национализации всего. Я за приватизацию всего. Позрачную честную. Потому что нет, эти частные предприятия, они реально, то есть государственные предприятия, они реально карманные предприятия конкретных олигархов, которые финансируют их еще за счет пенсионеров. Но люди... Длинный блиц. Длинный блиц. И я хочу знать ответы на многие вопросы. Какие у вас остались воспоминания о службе в Советской Армии? Совет, я вспоминал в войсках в службу. У меня очень теплые воспоминания от того, что я тут недавно был со своей женой и сыном на учебе, на вокзале. Я говорю, ну что, проехался по местам Блаевой Славы, но на самом деле я много хороших людей встретил. Мои украинские знания не оттуда... Киев, когда я приехал по-украински, никто не говорил. Все мои украинские знания из армии. Там были ребята с сел, и более того, у меня было что-то вроде... Я все время задыхался, у меня был острый Баххит, и там была милая женщина, начальница вокзала. Кстати, мама Петро Мага, он известный поэт, и она меня выходила. Она меня, когда я встал на посту... То есть вас спасла мама Маги? Она мне давала мед, варенье. Я никогда не забуду эту женщину. Она давала лекарство. Она меня спасла реально, может быть. Берите Магу в первую пятерку. Скажите, пожалуйста, кого вы считаете главным коррупционером Одессы? Ну, Труханова и его банду, однозначно. Ну, фамилия называете? Труханова, Ангерта, Жукова и Калантинника. Это одна группа, преступная группа 90-х годов. Это убийцы, насильники. Это не мои слова. Они были осуждены за эти преступления, а сейчас они все контролируют, все потоки в Одессе. Это Евротерминал, они связаны с Третьяковым, это российский олигарх. Они финансируют ДНР через Евротерминал. И это не мои слова. Это письмо СБУ, которое я как губернатор получил в феврале, а реакция была нулевая. Такое же письмо получил президент, такое же письмо получил премьер. Все они знают. А обижаетесь ли вы на Юлии Цимошенко за то, что в 2008 году, когда к вам приезжал Ющенко, во время известных событий, она не очень поддержала Грузию? Она не только не поддержала, она блокировала продажу оружия, но это было против интереса Украины. Поэтому что значит обижаться, не обижаться? После того, как она вышла из тюрьмы, я пошел, один из немногих политиков я был, который с ней увиделся, потому что я должен был высказать свою солидарность, потому что она пострадала тогда невинно. С ней обошлись плохо, в том числе и у партийной соратники. Но, конечно, у меня... Какие у вас сейчас отношения? Ну, я не особенно с ней общаюсь. У нее... Еще раз говорю, люди всегда будут сейчас искать новые политические силы. Но я не считаю, что моя функция сейчас заниматься... Очень много думать о тем, что мы должны думать об этих проблемах, об реальных проблемах людей. Люди... Сейчас сегодня я слышал, СБУ говорит, готовятся акции, это план Москвы, чтобы не было безвизового дима. Извините. Плохому танцору яйца мешает. Да, я не исключаю, что есть планы Москвы. Но люди... Люди боятся замерзнуть, и люди боятся умереть в холоду. При чем тут рука Москвы? Сделайте вы так, чтобы этого не было, и тогда Россия... То есть вы не верите в этот план Шатун, Шатан... Конечно, они хотят нас раскачать. Ну а почему мы даем повод себя раскачать? Почему? Извините, нас Путин больше раскачивает, или задекларированы миллиарды готивками электронных деклараций. Что нас больше раскачало? Что нас больше раскачало? Почему нет ни одной новой модели украинского оружия? Из-за того, что кум президента Гладковский курирует полностью военный сектор и убил его. Потому что он реально директор автобусного завода Богдана. Никакого отношения не имеет к оружию. Но он подошел туда, зарабатывая деньги, а у нас нет ни одной новой эффективной модели оружия. Как можно в период войны? В Грузии, с ним мы сделали военный промежуточный. Здесь 100 с лишним заводов. Здесь есть потрясающие технологии, потрясающие инженеры. Но американцы давали оружие, а нам не дают. Нет, американцы нам давали оружие только в 2012-м. Но мы можем лучше сделать, завод лучше. На Печерске можно делать лучше антитанковый, чем предыдущие поколения Джавелинов. Да, есть чем делать. Потому что Гладковский занят тем, что куда-то туда пыхнуть. Богдан или Мазы, или Кразы, или эти. Он делает что, что умеет. Он обычный барыга. Когда ты своему куму, барыге, даешь военное промышленность из Украины, от которой зависит победа в Украине в войне, извините, но это очень серьезно. И я еще раз говорю, для президента крайне важно от них избавиться. Потому что он еще может, я считаю, может спасти свою репутацию. Михаил, раз так, я просто вынуждена задать вопрос. Потому что вы говорили о президенте достаточно и о БПП. Кто персонально просил вас во время выборов в Чернигове поддержать Сергея Березинка? Меня просила руководство БПП. Кто персонально? У этого человека была фабрия? Вамол, нет, кто-то из руководителей. Так Луценко или кто-то другой? Каноненко, Луценко, Грановский, кто это был? Я вообще не знаю. Кто это был? Вот знаете, всегда, мне кажется, новая жизнь у нас у всех начнется, когда ответственность будет персональной. Наталья, извините, я совершенно не сожалею, что я был против Корбана. Я считаю, что Корбан бандит. Я считаю, что Корбан в парламенте была бы большая проблема. Быть против кого-то не означает быть за кого-то. Я туда поехал быть против Корбана и я не жалею, потому что я своими глазами видел, как этот мерзавец раздавал гречку этим бедным, отгрожающим рукам женщинам и когда борщ им налил... Аберезинка ничего не раздавал? На моих глазах нет. Но я был там и видел то, что видел. Это раз. То, что Филатов, который заявляет, что у него... Филатов, который со мной тогда чуть не подрался, заявляет, что у него есть билет на космос и у него есть два вертолета. Я был президентом 9 лет. Я бы очень хотел... Не то, что вертолет, хорошего... Он же бизнесом занимался. Хорошего... Не верите? Обычный рекетир. Посмотришь на него. Обычный накачанный рекетир. Я не знал, кто он такой. Когда я увидел, я сказал, накачанный бандит. Извините. Когда этот человек... Ну, накачанный это плохо или хорошо? Нет, это хорошо, я сам качаюсь. Но я был в 90-х. Я очень хорошо узнаю накачанных... У нас еще много интересных вопросов. Недавно вся страна увидела, как один из народных депутатов за колонны принимал какие-то таблетки, после которых ему стало хорошо. Как вы считаете, должны ли чиновники проходить и политики, и медкомиссию? И нужно ли вообще стране знать, какие у них диагнозы, в том числе и, так сказать, психически, принимают у них наркотики, не принимают и так далее? Почему мы вообще должны покупать вообще в мешке котов или не знаю, у кого похоже животных? Я не знал, кто это был Токи. Но на него, когда посмотришь, даже до приема, я видел эти кадры, потому что где-то я сидел там в аэропорту и попались в эту украинскую правду. С такого человека выбрать определение, что он вообще там делает и что они все там делают. Об этом я говорю. 90% барыгий, они там от скуки умирают, с жиру бесятся от своих миллиардов. Надо их просто всех убрать оттуда. И тогда пусть колется в своих темных на Мальдивах. Пусть поедут в Мальдивы, пусть поедут в колодцы. Кстати, о, так сказать, барыгах. Был ли адельский бизнесмен Кауфман спонсором антикоррупционного форума? Нет. Не был. И более того, там какие-то были, которые были прозрительные сначала, а потом наши организаторы взяли и торжественно винули им деньги. Я их упрашивал, единственное, не возвращайте публично, потому что другие не дадут. Возьмите тихо, хлада, они вам не нравятся, там были девелоперы, действительно сомнительные девелоперы, винить тихо, они винули торжественно. Так что после этого Кауфман бы точно не нравятся. Вы говорите, что вы человек не богатый. Что из еды можно купить за 40 гривен? Хлеб, наверное, все. Хлеб и все. Какая минимальная зарплата в Украине? Я недавно видел, минимальная пенсия в Украине 62 доллара. Минимальная зарплата 3000 с чем-то. Нет, не 3000 с чем-то. После того, как выросла. Она еще не выросла. Сейчас какая минимальная зарплата? 1600 гривен. 1600 гривен. Это правда. Но будет с первого числа только. И 3200, и катастрофа будет. Я вам скажу. Я вам скажу. Потому что, что сказал Данилюк? У нас 4 минуты до конца. Что сказал Данилюк? Выросли 1600 до 3200, и это не вылажно бюджет. Вранье. Все очень просто. Они говорят, дайте мне больше. Только быстро. Бизнесмены будут, это бизнесмены будут платить за счет своего кармана, но бизнесмены же не глупые. Бизнесмены переоформят их. Это вот нагрузка на бизнес. Уволят. Да. И стихи. И почему Данилюк Соробова, что в бюджете у них уже заложены деньги. Они будут на это махинации тратить народные деньги. У нас 4 минуты, много вопросов, поэтому уже быстро. Надеюсь, наши темпераменты совпадут. В чем причина поражения вашей полициды на выборах Грузии? Потому что, я служил свои два срока, я не мог больше баллокироваться, и без меня эта партия проигрывает. Это все очень просто. Без меня они проигрывают. Адекватные замены мы не нашли. Почему из дома приемов, где вы жили, вы не забрали свои два велосипеда? Один из них очень дорогой. И укуны. Что? Что он сказал, что я не забрал? Ну, я видела какой-то сюжет о том, что вы оставили два велосипеда и укуны. Маш сын учится в школе Грузии. Очень важное решение, что он остался грузином. И так у него все перепутано. Голландец, там не Голландец. Почему вы решили отказаться от названия партии Хвиля? А я никогда не называл партию Хвиля. Хвиля это процесс. Но они так называли. Нет, Хвиля это процесс. Они назвали инициативную группу Хвиля. Я сказал, что как бы и назвали, я их поддерживаю, хорошие ребята. Получал ли кто-то из ваших советников или замок квартиры в Одессе от города или от коммерческих структур? Нет, нет. И, кстати, об этом написал Зоя Казанжи, что это была первая администрация. В декларации было указано, что у вас 54 квадратных метра служебного жилья. Но дом приемов больше. Это Ганилово. Вы там жили? Я там снимал один флигель. И это три комнаты. Это кабинет маленький. То есть остальной площадью вы там не пользовались? Я платил за это. Что значит? Как вы относитесь к идее? Я поняла ваш ответ. И все поняли. Это не очень удобное место для жилья. Я не жалую, что грех жаловаться. Как вы относитесь к идее реприватизации украденного? Я считаю, что... Я это дело осуществлял в Грузии. Я забрал очень много имущества у законных воров, у министров бывших. И я считаю, что это нужно реприватизировать. Есть у вас квартира в Киеве 250 квадратных метров, как утверждают журналисты в центре города. Где вы там прописаны? В смысле? В центре города, где у вас есть квартира? Где вы там прописаны? Я очень хотел в Киеве квартиру. Очень хотел, потому что это мой наш родной город. Будете ли вы выступать... Но у меня квартира в Киеве нет и скоро не предвидится, извините. Будете ли вы выступать за импичмент президента? Что знаете, импичмент? Нет, я считаю, что на этом этапе мы должны добиться от президента подписать решение о досрочных выборах Верховной Рады, полностью поменять Верховную Раду и забрать правительство. Мы должны привести в власть новых людей. Украина, в принципе, парламентская республика. И мы должны в серии чеки забрать парламентское правительство и все стать сильным правительством, которое будет доводить порядок. Готовы ли мы, как Легуан, посадить нынешних топ-менеджеров? Абсолютно. А не только Коломойского? Абсолютно. Всех? Абсолютно. Кого вы сегодня называли? Абсолютно. А правда ли, что в Грузии закон о том, что главной религией страны является православие, отделена ли в Грузии церковь государства? Абсолютно. И когда мы были в Министерстве Министерства, мы заключили конкордацию. Это договор между... И последний вопрос. И последний. Три вещи, которые вы бы сделали прямо сейчас, если бы у вас была волшебная палочка. Вот я бы вам дала, и вы, вот прямо не выходя из этой студии, это сделали. Ну, это очень много вещей. Нужно... Ну, главное. Повысить пенсию до уровня, до тысячи долларов, однозначно. Это же не решает вопрос. Нет, нет, это вопрос. Вот, вы спросите тех людей, которые дрожащими руками от КПЛЧС боятся, вооружить украинскую армию с самым новейшим оружием, и увеличить бюджет Украины минимум в 10 раз. И это не же... Грузия увеличит бюджет в 11 раз. Мы в финале. У меня не было волшебной палочки. Не нужно быть волшебной палочки. Друзья мои, вы видите, как тяжело остановить Михаила Саакашвили. Спасибо. Во всех смыслах этого слова. Сегодня он был у нас в гостях, хоть он опоздал, но мы успели поговорить о многом. А я прощаюсь с вами, говорю то, что говорю обычно. Берегите себя, берегите тех, кого любите. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...